Да, ну, смотрите, я хотел о чем с вами поболтать, не знаю, у меня какие-то разные мысли рождаются. Во-первых, поделюсь странным таким экспериментом. Вчера был на такой пафосной встрече с Зеленским и Бороденским. Мы собирали общественность, ну, поговорить с культурной общественностью о том, что там вообще в нашем секторе происходит. У меня на самом деле такое положительное очень ощущение, обращение, там разные мы поговорили, но Зеленский, я понимаю, что многие, возможно, сакептически относятся к этому персонажу, но он сказал какие-то очень толковые слова. Он говорит, я понимаю, что, возможно, какие-то вещи, многие, то, что я делаю, и лично ко мне у вас не очень хорошие отношения. Но у нас единая страна, да, и если мы будем заниматься тем, что друг друга троллить, хейтерить и прочее, мы в этой, на самом деле, не совсем равной войне с более сильным, более образованным и более противником, мы точно проиграем. Почему пока что-то? Потому что рассчитывать, что там Запад нам поможет. Ну, это иллюзия. Запад с собой нечего. Ну, сложно разобраться со своим проблемами. Вот только что разговаривала с пословом Швейцарии, он говорит, действительно, Запад в растерянности. Он теряет ориентированно, не понимая, куда двигаться. С другой стороны, Россия, понятно, там свой кризис, ну, не будет темным. Вопрос, как выстроить отношения между друг другом на доверии, свободе и доверии. Можно свободу свою тратить на то, что ты воюешь, ну, в принципе, на свободу любви, да, я могу сказать, ну, сам дурак. И потратить свою жизнь, свою мать, на свое время на то, что говорить, что кто-то неправ. Или вторая, как бы, история, ты делаешь что-то, созидаешь что-то. Вот вопрос в созидании, да, это на самом деле не менее удивительный момент, потому что вот опыт, скажем, в Венеции, недавно, там, 3 недели назад, не где, показывает, что только даешь людям возможность и пространство для того, чтобы встретиться и вдовидеть, и уваживая друг другу, начинать что-то делать, происходят чудесные вещи. Создается совершенно другая атмосфера, ну, меняются люди, меняются глаза людей. Тоже был очень удивительный опыт в Днепре. Есть такой достаточно однозначно человек, как Горман, да, который, ну, тоже демонизированный человек. Вот он пришел, наемо, а потом украшен по территории города, куча людей, охранники у него. Вот, и вдруг он понимает, что на самом деле нет агрессии. Он говорит, откуда здесь столько красивых людей, когда я их не принял внести. И вот этот вот момент, понимаете, как объединиться и выстроить такое пространство, которое будет убедительнее для других. Ну, в каждом же есть что-то светлое, не даром же есть божество. Мы же божьи дети, да, и в каждом есть что-то божественное. Только мы обычно своего божественного стесняемся. И мы вытаскиваем вперед своих демонов, которые, ну, которые, порядка, демоны, их же кормить проще всего. Вот, ну, как бы, покажи твоего друга, и все. Мне уже ничего не интересно. И только, ну, заниматься как бы какашка-витамией. Окей, ну, можно, конечно, потратить свою жизнь на какашка-витамией. Не знаю, может быть, это интересно. Ну, мне точно интересно. Я надеюсь, вам тоже. Потому что так. Потом обернешься на жизнь в пределах, да, где говорят, ну, я не любил кого-то. Лучше вспомнить, что видимо кого-то наверху, нет? Когда вы тревожно смотрят, и как-то вам опасны. Знаете, вообще очень сильно мир меняется. Безусловно, я просто вдруг недавно почувствовал такую странную, это чисто такое размышление, ну, еще лет 20 назад, например, да, для того, чтобы быть авторитетным в каком-то, ну, в каком-то полностью знании, ну, ты должен быть серьезно учиться, да. В общем, у тебя была очень узкая дорожка для того, чтобы и какие-то серьезные усилия, для того, чтобы ты чего-то достигал. Сейчас совершенно мир другой, да, и тогда очень важно было то, что называется темпоральное, то есть временное ощущение, то есть понимание, откуда идет развитие знаний, да, кинезис знаний или искусства. Ты должен понимать был, что, ну, на что ты стоишь, на какие плечи ты опираешься, кто был до тебя. А сейчас все больше и лучше мир становится горизонтальным. То есть тебе, из-за того, что это избыточная информация, да, мгновенно ты имеешь доступ, ну, до всего, в принципе, если чуть-чуть выстроить свою систему поиска, да, то ты можешь получить все, что происходит в Нью-Йорке, в Гонконге, в Сингапуре, в Варшаве, в Париже, в Ванкувере, да, то есть ты можешь одновременно быть, ну, быть, как только все это, главное. Везде. И таким образом теряется на самом деле, какой-то момент теряется, ну, иллюзорно теряется важность понимания этого генетиса. Становится не временной генетис, а горизонтный генетис. Временной, понимаете, да, то есть понимаешь, там были когда-то греки, это я так говорю, что он будет? А, вот так, да. А не слышно было, да, Даминит, да? А то было бы очень концептуально. Вы так, человек открывает рот, а вы так... Так слышно было или нет? Да, ну, хорошо. Буду чуть ближе. Сказали бы, чтобы я поднес, все это... Да. Так вот, вот это вот горизонтальное ощущение. При этом я понимаю, что вот это, ну, потому что информация уже каждой секунду прибавляется, да, и ты не можешь ее все постичь, у тебя иллюзия есть, что ты можешь все постичь, но из-за того, что ее слишком много, у тебя все равно, ну, этих ячеек мозга, которые это могут воспринимать, все-таки ограничено, да, то и ты в какой-то момент потом, так, отсекаешься, ну, потому что почему-то определил свою, как бы, информационную капсулу и дальше уже в этой капсуле бунтаешься. И особенно, если у тебя нет вот этого понимания, откуда вообще все растет, вот этого генезиса знаний, генезиса вообще, ну, как бы, развития человечества, ну, ты, конечно, становишься беспорядочным, потому что ты становишься, ну, это даже не пост-пост-модернизм, а вообще бог его знает что, да, то есть какое-то невнятное бульканье, потом у тебя, собственно, толком и нет ориентирования. Поэтому там людей, которые находятся в таких информационных капсулах, им не очень легко мы не будем. Ну, вот можно увидеть, как это происходит в той же России, да, которая была одна, да, и там буквально пять лет, и она полностью меняется, то есть полностью меняются все ориентиры. Тебе говорили там, ну, там, что под Молотом и Риббентропом это было плохо, а теперь говорят, это вообще достижение. И народ говорит, да, достижение, хотя 10 лет назад это было ужасно, да, и Сталин это было ужасно, сейчас уже типа, ну, ничего же не поменялось, да, ну, преступления Сталина были ужасными, так и стали ужасными, но точку сборки очень легко поменять. Потому что, чтобы не менять, ну, чтобы ты не был свободен от манипуляции, у тебя должен быть выстроен вот это вот понимание развития человечества. Ну, как это делать? Просто учиться, ну, читать книги. Я понимаю, что это ужасно, читать книги. Ну, это, представляете, столько страниц, ну, сменяешь пальцы, ты их читаешь, да. Это же еще традиция, да, сейчас сериалы произвели, даже приличные сериалы, они все равно не требуют такого включения, как чтение книги. Вы понимаете, да, там тебе все уже разложили, картинку сделали, и когда читаешь книгу, ты сам создаешь картину, сам додумываешь, как, ну, как тебе это вытянут, и как тебе это происходит. И вот эта вот потеря культуры чтения, потеря культуры, на самом деле, внятного разговора, доверия другу, это, на самом деле, одна из серьезных проблем, не только Украины, вообще мира. Ну, это правда, это происходит. И, возможно, такие общества, ну, вот как мы собрались, разговариваем, да, это вот такие, ну, не знаю, черный вход и черный вход, да, и ты выходишь в совершенно свободное пространство. Ты прорываешь свою капсулу информационную, на которой ты находишься, кузыреку, Ну, ты, оказывается, видишь, что мир, ну, собственно, ничего из-за современной искусства, мир на самом деле удивительный. Мы можем прочитать, какая-то несчастная страна, бедные люди, как бы ужасное, там, правительство. Ну, и так сказать, ты можешь индульгировать и оправдывать своими делами кучи. Человек же такое винивое существо, которое дает только оправдать свою никчемность. И ты становишься никчемным. То есть, не то, что ты никчем, но тем, как выгодно как-то из-за своей душевной, духовной, интеллектуальной линии становиться веке. И вот, ну, то, что сейчас происходит, двигается, происходило в Неприве, в следующем году все фестивали, это, ну, это пробуждение другой Украины, о которой мы не подъявляем. Она удивительная, она волшебная, она креативная, она происходит, получается удивительные вещи. Прочитание, что я не знаю. Что Ромыч? Ой, Боже, я мимо, все. А, там музыка пошла, да? Все понятно. То есть, кто это все? Да, понимаете, вот из-за этого состояния, когда ты понимаешь, что мир настолько дает тебе каждую секунду возможности, это же нужно убедить, да? Потому что ты, ну, если твоя душа ленится, то шоры – ограничители твои, да? Знаете, это богатое слово «шоры»? Точно знаете? Знаете. Это на лошадях такие штучки, да? Вот. Их одевали, чтобы лошадь ничего лишнего не видела. И она ходила по кругу, да? Вот точно так же, ну, человек, на самом деле, очень любит одеть на себя шоры. Ну, потому что, а вдруг там увидит то, что не совпадает с его моделью мира. Ну, для него здесь какая-то моделька мира, которая все больше и больше упрощается. На самом деле, если вы проанализируете, как вы общаетесь со своими близкими, вы поймете, что вы на самом деле, ну, вот, первый момент встречи с любимым человеком, да, ты его видишь, вот, он весь такой волшебный, прекрасный, становится системное отношение, и ты дальше его обводишь неким контуром. Ну, сначала контур более-менее напоминает очертание этого человека, но потом это все моделька упрощается, и он становится квадратиком или кружочком. Человек, которым ты общаешься, ну, твой любимый, твои дети, твои родители, неважно, твой друг. Ну, ну, в чем обычно конфликт? Потому что человек не квадратик. Он говорит, я кружочек. Ты говоришь, ну, как же ты кружочек? У меня в голове ты квадратик. И происходит, говорит, конфликт на пустом месте, потому что ты упростил человека. Ты поставил ему маркер. И так же, ну, со всем миром, да? То есть ты на маркер, ну, обозначаешь мир. Если ты не трудишься, то есть не наблюдаешь, не открытый мир, то эта модель мира все больше упрощается. И понятно, что когда тебе кто-то, тебе кажется авторитетом, или, ну, говорит, что это враг, ты говоришь, окей, враг, все, враг понятный. Против чего понятно. За что? Для того, чтобы за что, нужно же уметь договориться, да? Потому что как мы можем договориться за что? Ну, это же понимаете, да? Вот тут, вот, собственно, искусство, доверие друг к другу, внимание друг к другу, умение договариваться, не, ну, не то, что договариваться, мы договорники, да? А договариваться, не унижая друг к другу, выстраивать диалог не на конфликте. Ну, потому что обычно, вот, когда все эти наши политшоу, да, там же никто ни о чем не договаривается, там идет диалог, сам прав. Ну, человек говорит монологи, он не диалоги говорит, а выстраивает диалог. Это же, это же искусство. Вы давно с кем-то разговаривали? Ну, по-настоящему. Уважая друг друга о чем-то серьезном. КОНЕЦ Продолжение следует...